ЕСЛОТСИТИ ЕСВЯТО Потому что получили пи***ы. Вот и все. Она была недостаточно подготовлена. Идея же была все-таки сменить политический режим. Установить эффективный контроль над большей частью территории Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. То есть ты бы отменил, я понимаю. Я бы отменил, подготовился и провел подготовленной формой. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Почему в первый год правления Зеленского, вернее до Зеленского при Порошенко на Донбассе погибло 184 человека, мирных граждан всего, со всех сторон. В 2019 году 76, уже Зеленский президент в полгода. А в 2020 году 29 и в 2021 8. Это подсчеты уполномоченного по ДНР, ЛНР. То есть уменьшалось количество погибших граждан в Зеленском. Уменьшалось. И вдруг Россия 24 февраля сказала. Эй, и сколько сейчас уже погибло? Много. Много, Сережа. Много-много погибло. И погибает каждый день. И россиян тоже. Да, да, да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Но идея-то была, чтобы не погибал никто. Все. Всех победим. Всех уберем. Всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Ты выдвигаться президента Российской Федерации не собираешься на этих выборах? Нет, не планирую. Почему? Ну, потому что я считаю, что Владимир Владимирович Путин, он как бы значительно более популярен в народе. Так ты же только что сказал, что он неправильно спланировал операцию. Ну, малый, так сказать, он тоже, как я думаю, считает. Которое привело, вот к тому, к чему привело, что мы об этом поговорим. У великих людей ошибки большие. И жертвы большие. Ну, да, так бывает, да. Дебилы. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Значит, вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну, вот и такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Путин решил идти на очередной какой-то там по счету, уже, по-моему, все сбились, срок. Тут немецкие журналисты подсчитали, что если он его досидит до конца, на что шансы очень невелики, то он обгонит Сталина по продолжительности правления и будет идти сразу вслед за Екатериной Второй. Но я могу сделать более смелое предположение. Если это п***шивое ничтоство досидит до конца своего срока, то вместе с его сроком закончится и его п***ня российское государство, куда ему, в принципе, сам Бог велел и отправляться вслед за русским военным кораблем. Но интересно в выдвижении Путина не только то, что там по просьбе военных какой-то ушли из ДНР что-то такое там вякнул. Интересно другое. Интересно, что накануне Левада-центр, который типа иноагент и, соответственно, в ЦИОМ, два ответвления провластной социологии, одна из которых призвана, прикидывая себе иноагентам, как бы оппозиционную повесточку толкать, чтобы люди верили, что у нас какая-то свобода. На самом деле это два сапога одного и того же унтера, который сам себя высек. Так вот, они выдали два совершенно разных опроса. Готовли люди идти на выборы. Они вообще, конечно, цирк с конями. В ЦИОМ, говорит, 61% радостно готовы бежать на выборы Путина с улюлюканием, присвистыванием и бросанием в воздух чепчиков. А в ЦИОМ радуется тому, что это происходит и говорит, вот как здорово. А Левада говорит, что только 33%. А остальные не хотят вообще плевать им на выборы и на Путина тоже. Ну, я даже не знаю, друзья мои, даже не знаю. По-моему, вот это гораздо более интересно, чем то, что это пляжное государство объявило об очередном желании править Россией еще хрен знает сколько лет. И когда всякие там каццы и прочие в эмиграции объявляют, что надо идти на выборы, кого-то выдвигать, что-то там голосовать. Друзья мои, я вас умоляю, я прошел выбор с 94-го года. Причем изнутри, в разных вариантах. Слушайте, да плевать всем было всегда на мнение народа. Все люди в этих избиркомах всегда знали, что надо делать и как. Так, вопрос был только в масштабах и степени наглости. А уж сейчас-то вообще можно было не проводить эти выборы, объявить, что выборы состоялись, результат такой-то. Всем спасибо, идите присягать Путину. Но если уж вам хочется играть в эти игры, то лучше уж как Навальный поступить, который сказал, что используйте выборы для разоблачения и дискредитации путинского режима. А кац верит, что он этими урнами тряся может путинизм свалить. Дмитрий Медведев выступил с очередными прогнозами о том, что произойдет. Ну вот у меня тут вот, я не буду зачитывать, это его прогноз на 23-й год. 10 пунктов. Друзья мои, год заканчивается. Почитайте сами. Восхититесь. Дмитрий Медведев, абсолютный чемпион по непопаданию в прогноз. Это же гениально. Потому что самый простой прогноз, или будет, или нет, 50 на 50, ты должен иметь 50% шанс на то, что твой прогноз сбудется. У Медведева 100% непопадания в реальность. Так что, что он там говорил, я даже не буду вам сообщать, потому что это вообще не имеет никакого значения. Что не говорит Дмитрий Медведев, все чушь собачья. Президент Пенсильванского университета под камеру, отвечая конгрессмену, конгрессвумен точнее, которая просила коротко, да или нет, сказать истребление евреев Хамасом во время теракта 7-го числа, это геноцид или нет. Она стала вертеть жопой, юлить, мямлить, и в итоге не смогла точно ничего сказать. Что зависит от контекста, в общем, это вот либеральную повесточку толкать. Так вот, друзья мои, за слова своего гнилого президента, Пенсильванский университет лишился моментально гранта в размере 100 миллионов долларов. Вот так вот и надо этих ушлепков наказывать. Рублем, точнее долларом, потому что рублем никого не испугаешь. Но это хорошо. Значит, все-таки в Америке нормальные люди-то, они как бы вот возобладают, я надеюсь, на это, да. Вот такие вот у нас проблемы. Всем в село Калинино приехали в аэропорт города Абакан с детьми, женщины, мужчины. Мы можем греться, в другой ситуации у нас просто мы не видим выхода из ситуации. Просто как ехать вот в аэропорт. Вашингтон пост называет результаты встречи скромными. Guardian утверждает, что, назвав си диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином. Итог подводит Нью-Йорк Таймс. Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И. Украина заявляет, что плацдарм на левом берегу Днепра откроет путь на Крым. По информации агентства Reuters, численность украинских войск на их якобы новом плацдарме несколько сот человек.